МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Пять уголовных дел и без малого сто тысяч ущерба. В ноябрьске раскрыта серия краж. Пейте детям молоко, будете здоровы. На столах школьников появится полезный напиток от местного производителя. И новая жизнь старых вещей. Выставка под таким названием откроется во Дворце культуры и кино Руси. Начну с очередного ДТП. Сегодня около 2 часов дня на улице Муравленко. В районе парагазовой электростанции столкнулись Нива и Шкода. Причем иномарка после столкновения выехала на обочину, снесла два дорожных знака, покасательный задела припаркованную на стоянке фуру и только после этого остановилась. Как рассказал сам водитель Шкоды, во время движения у иномарки лопнуло колесо. Машину выбросила на встречную полосу, где она и столкнулась с Нивой. За помощью к медикам обратились водители-пассажир отечественного внедорожника. Водителю иномарки помощь врачей не потребовалась. Укусил на пятерочку. Мужчине, который покусал полицейского, грозит до пяти лет лишения свободы. Напомню, молодой человек оказал активное сопротивление стражам порядка, когда те попытались задержать его за административное правонарушение. И, вывернувшись, укусил сотрудника ППС за руку. В течение восьми месяцев 2013 года Следственного отдела по городу Ноябск возбуждено восемь уголовных дел о преступлениях, совершенных гражданами в отношении сотрудников милиции именно по фактам применения к ним насилия при исполнении должностных обязанностей. Это не считая оскорблений, что отдельно квалифицируется. В настоящее время производство расследования по данному уголовному делу окончено. Уголовное дело направлено прокурору города Ноябска для изучения и утверждения обвинительного заключения. И сегодня же стало известно, что полицейские Ноябрьска раскрыли серию краж. Более полугода один и тот же житель города грабил организации, магазины и даже шиномонтажный сервис. Первое преступление было совершено еще в январе. Тогда из сейфа одной из организаций злоумышленник похитил почти 50 тысяч рублей. Четыре месяца спустя преступник сорвал куш в 34 тысячи в одном из магазинов по советской. Воровать он продолжал до 20 июля. Его задержали во время очередной попытки обворовать магазин на Шевченко. Подозреваемый ранее судимый 91-го года рождения. Всего он украл имущество и деньги на сумму примерно в 100 тысяч рублей. Заведено 5 уголовных дел. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращаются к жителям города с просьбой сделать более защищенными помещения, квартир и организации. Практика показывает, что самый надежный способ защиты это установка пультовой сигнализации. О любом проникновении в охраняемый объект незамедлительно узнают сотрудники охранных предприятий и в кратчайшее время прибывают на место совершения преступления. В России могут запретить продажу алкоголя за наличное. Об этом пишет сегодня российская газета. В Госдуме предложили новый способ борьбы с незаконной продажей алкогольных напитков. Законопроект, который запрещает продажу спиртного, за наличные деньги уже подготовлен. По словам депутатов, разрешение приобретать алкопродукцию только по банковским картам позволит лучше контролировать рынок и ограничить продажу напитков несовершеннолетним. Образовательные учреждения Ямала к новому учебному году готовы. Об этом губернатору доложила директора Департамента образования округа Ирина Сидорова. Она подчеркнула, что особое внимание было уделено решению двух отдельных вопросов. Первый – это оснащение школьных автобусов системами позиционирования ГЛОНАСС. Второй – обеспечение школы теплыми санузлами. За три недели до начала учебного года все учреждения сданы приемочным комиссиям и готовы к новому учебному году. Каждое третье учреждение отремонтировано капитально. Это свидетельствует о переходе с прежней практики текущих ремонтов, которые решали проблемы частично, на новый подход к решению задач образования комплексно. Общий объем средств, выделенных автономным округом из различных источников, составил около 2 миллиардов рублей. В Ноябрьске помимо общеобразовательных школ и детских садов к первому сентября активно готовятся и специализированные учебные заведения – детская музыкальная школа и детская школа искусств. Кирилл Мигель выяснял, готовы ли они к началу учебного года. Детская музыкальная школа номер два. На уши давит непривычная тишина. Пока ученики на каникулах, коллектив школы успел устранить незначительные шероховатости. Где-то подкрасили, где-то побелили. В этом году денег на ремонт школы не выделяли. И тем не менее, говорят педагоги, в начале сентября она распахнет свои двери. Изменения коснулись лишь учебной программы. Теперь пианисты будут отдавать музыке не 5 или 7 лет, как было раньше, а 8. У гитаристов, по крайней мере, будет выбор. Но срок обучения все равно увеличится. С первого сентября школа переходит частично на освоение предпрофессиональных программ, касаемых направления фортепиано и гитары. Ну, каких-то особенных усложнений, то есть усложнений не будет. То есть пусть наши родители не пугаются. Пока еще пустуют классы и в детской школе искусств. Только на бюджетном отделении здесь обучаются порядка семи сотен детей. Чтобы и воспитанники, и педагоги в новом учебном году чувствовали себя комфортно, здесь ремонтные работы все-таки провели. Вообще, учреждению давно нужен ремонт капитальный, но закрыть школу на целый год просто невозможно. Поэтому каждое лето здесь помаленьку, шаг за шагом, решают проблемы глобального характера. В прошлом году, например, обновили фасад. В этом поменяли систему отопления. Мы на 100% готовы к приему детей в этом году. Сделали капитальный ремонт системы отопления. Произвели косметический ремонт классов, которые требовали такого ремонта. В принципе, все классы готовы к приему детей к первому сентября. Если ремонтом сетей занимались профессионалы, то косметическим сотрудники школы, а правда не учителя, а тех персонал. Осталось лишь собрать мебель, и учебный год можно начинать. К примеру, художественное отделение приступило бы к работе хоть сейчас. Сейчас и педагоги уже полны творческих планов. Начинается учебный процесс у нас уже со 2-го числа. То есть мы встречаем детей и начинаем занятия уже непосредственно с детьми. Будут проводиться текущие просмотры, выставки. В течение года запланировано достаточно много выставок. Просмотр первый у нас будет в октябре месяце. Это пленарные работы. Не останется без внимания и корпус детской школы искусств на проспекте мира. Здесь обновят фасад, оборудуют пандусы и установят двускатную крышу. Вот только есть одно «но». Запланированы проектные работы только на следующий год. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города. Ноябрьским школьникам вкусное и полезное местное молоко. Сельхозкомплексы сейчас ремонтируют здание, в котором в скором времени запустят в работу новую молочную линию. Там будут производить ультрапастеризованное молоко для школьников. Отмечу, в прошлом году для ноябрьских учеников этот полезный продукт привозили аж из Ленинградской области. Теперь же поддержать местного производителя решили окружные власти. В скором будущем ноябрьские школьники во время так называемых молочных перемен молоко будут пить наше ноябрьское вот от этих буренок. Разговоры о том, что детей лучше поить местным молоком, а заодно и так сказать поддержать местного производителя в администрации стали вести в прошлом году. А уже в этом окружная дирекция по развитию сельских территорий заключила контракты на поставку сельхозкомплекс ноябрьский необходимого для такого производства оборудования. Тем временем в самом хозяйстве начали приводить в порядок здание, в котором будет размещена новая линия. Работы немало. Старый молочный блок не функционировал 10 лет. Добавили здесь упорную арматуру, поменяли новые все плиты. Здесь тоже у нас была высота не одинаковая, площадь была не одинаковая, тоже уже сейчас выросли, все сняли, и вот уже видите, что уже все готово к канализации. До конца этой недели, говорит директор комплекса Людмила «Сова» строители доделают кровлю, а там уже можно будет приступать и к внутренним работам. Тем более все необходимые стройматериалы уже есть. Готов проект и по электромонтажным работам. Все внутренние работы мы должны закончить до 10 октября. После 10 октября должно по контракту поступить оборудование. Когда уже поступит оборудование, это зависит не от нас, это уже от поставщики, и это решается на уровне округа. Надеемся, что если у нас все благополучно пойдет, что в октябре это будет оборудование здесь смонтировано, и постараемся тогда оформить уже в ноябре месяце сертификаты на выпуск этой продукции и уже выставиться как на торги. К слову, такого глобального поступления нового оборудования и не только необходимого для производства школьного молока в сельхозкомплексе не было очень давно. В этом году сюда уже привезли два навозоуборочных транспортера, электропастеризатор для термической обработки молока, пастеризационную ванну для производства кисломолочной продукции, автопогрузчик, трактор и газель-рефрижератор. Не только просто поступление оборудования, а вместе с монтажом. Новая молочная линия, у нас была пластмасса, сейчас с нержавеющих трубся и с новыми доильными аппаратами. Появится здесь и так называемое молочное такси. В нем зимой из одного корпуса в другой будут перевозить телятом молоко. Такси с подогревом, поэтому парное молоко остыть не успеет. Перечислено это то, что уже, так сказать, стоит на территории. Еще много чего сюда поступит в ближайшие два месяца. Подготовительное помещение. Там будет пастеризатор для пастеризации, сепаратор для нормализации молока будет проходить и гуманизатор для того, чтобы разбивать жировые шарики. Здесь будет стоять в этом оборудовании стерилизатор или ультрапастеризатор. Фасовочный автомат сам он тоже дорогостоящий. И сразу уже будет и упаковка по 10, по 20 упаковка будет сразу этого молока, так что каким нужны объемы, чтобы распределять по потребителям. А это оборудование уже конкретно для производства школьного молока. Все перечисленное приобретает округ в рамках целевой программы развития сельского хозяйства. К слову, такие финансовые вливания в ноябрьский сельскохозяйственный комплекс вполне ожидаемые. Ведь он самый крупный на Ямале. В рамках этой же целевой программы в начале сентября сюда привезут 25 коров. И тогда здесь будет 200 дойных буренок. А это, соответственно, увеличится объем молока. Планируем где-то, чтобы надоить молока на следующий год где-то в пределах 850 тонн. Мы все эти просчитали, все объемы, чтобы обеспечить и школы, еще раз повторюсь, детские сады, молочную кухню и еще оставить немножко ассортимента все-таки для нашего населения. Так что в перспективе расширения производства и процветания ноябрьского сельхозкомплекса, ну и, конечно, полезное молоко для местной ребятни. Сроки большие давать не будем на это молоко, для того, чтобы сохранить побольше в него своего ценности. Надеюсь, что должно быть лучше, потому что сразу от производителя это будет молоко только натуральное. Но я думаю, что тоже, который завозится сейчас, поставляется по школам, то это тоже натуральное молоко. Татьяна Заозерная, Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Выпуск продолжит. Блог спортивных новостей. В матче шестого тура чемпионата России Московская «Динамо» в Химках сыграла в ничью с питерским «Зенитом». В первом тайме размочить счет командам так и не удалось. Первый гол был забит на 64-й минуте игры. Джуджак нанес удар поворотом, рикошетом от защитника «Зенита» и мяч пролетел над вратарем и угодил в сетку. 1-0. Грустные для болельщиков питерского клуба цифры горели на табло до самого конца встречи. И когда всякие надежды уже казалось потеряны, в штрафной «Динамо» в цифр последовал навес Владимира Быстрова. Роман Широков головой перебросил мяч Кержакову, и Александр замкнул передачу. На последних секундах «Зенит» вырывает такую нужную ничью. 1-1. В минувшие выходные в Ноябрьске прошли заключительные этапы Кубка России по мотокроссу и Кубка среди ветеранов мотоциклетного спорта. Борьба за медали велась как в командном, так и в личном зачетах, и порой соперников разделяли всего несколько очков. К слову сказать, Ноябрьск уже в юбилейный 15-й раз принимал общероссийские соревнования. Круглая дата была впервые отмечена залпами «Салюта», а участников гонки приветствовала глава администрации Ноябрьска. О том, как прошли соревнования столь высокого уровня и как выступила наша команда, смотрите завтра в программе «Новости нашего города». Ну и последнее, городской дворец культуры объявил о проведении нетрадиционной для Ноябрьска выставки. Жителям города здесь предлагают из старых вещей, которые, казалось бы, уже непригодны в быту, сделать что-то новое и полезное. Выставка так и называется «Новая жизнь старых вещей». Участие в ней может принять любой желающий. Для этого нужно оставить заявку по телефону 35-3146 или лично обратиться в кинотеатр. Выставка откроется 1 сентября. Ее приурочили ко дню города. Для многих известно такое понятие, как «блошиный рынок». Изначально планировалось, да, с таким немножко юмористическим смыслом, но мы решили придать этому немножко эстетический вид, эстетическое название. Поэтому так и родилась эта идея. Из каких-то старых ненужных вещей люди, может быть, могут придать им новую жизнь. Всех жителей и гостей города мы приглашаем поучаствовать в нашей выставке, которая состоится 1 сентября, 12.00. Выставка «Новая жизнь старых вещей». Выставка пройдет по улице Держинского. Приглашаем всех желающих поучаствовать. Ну, либо просто, может быть, кто-то заинтересуется и придет посмотреть. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Доктор,예сть «Бад impl DB» ООС «Газпромнефть» 27 августа в Салехарде облачно. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура – плюс 10 градусов. В Мураленко дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура – 11 градусов тепла. В нашем городе дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура – плюс 12 градусов. Продолжение следует...